Борис был абсолютной звездой на ярком небосклоне губернаторов. У него было две страсти – политика и женщины. Решения все были, по сути, правильные, но очень преждевременные. Москва его съела, грубо говоря. Он потом долго жалел, что он не пошел в Норд-Ост. Он уже, так сказать, никаких иллюзий относительно Путина, конечно, не питал. Он боялся сесть в тюрьму. Необдуманно говорил какие-то вещи. Я им позвонила и сказала, ты что, с ума сошел? Ну, нельзя дразнить льва. Кто заказчик, как вам кажется? Дальше следствие выходит на людей, которые являются статусными для Чечни. Видеозапись там была, причем, я думаю, с разных ракурсов. Как он мне мешает, сказал кто-то. Привет, друзья! Мы в самом центре столицы, на Большом Москворецком мосту. Вон, Кремль прямо напротив. Новейшая история страны. Этот мост дважды становится центром больших событий. И, вопреки знаменитой поговорке, вы ее, конечно, знаете, сначала как фарс, а потом как трагедия. В 87-м году здесь на своей легкомоторной Сесне приземляется немец Матиас Руст, который до этого пересек советскую границу и долетел до самой Москвы. Вот он тут приземлился и остановился возле собора Василия Блаженного. Но это для многих было тогда таким символом новых времен. Вот что теперь можно долететь до Москвы вот таким способом, нелегально, но тебя не убьют по дороге. И второй раз в 2015 году, в феврале, этот мост становится местом самого громкого политического убийства в истории новейшей России. Вот там вот напротив, там сейчас ремонт, мы туда не можем подойти, застрелили Бориса Немцова. И для многих это тоже стало таким символом изменившихся времен. 9 октября 2019-го, вот сейчас, Борису Немцову исполнилось бы 60 лет. И мы решили сегодня рассказать вам об этом человеке, как он жил и как он погиб. Как обычно, по нашему обыкновению, готовых выводов мы вам, друзья, не дадим. Нам кажется, что мы уверены, что на основе фактов вы все эти выводы сможете сделать сами. Хорошо, что ушло то время, я его ещё застал, когда машины ремонтировались в гаражах или на таких старых советских станциях техобслуживания. Заезжаешь в такой тёмный, мрачный бокс, и там не менее мрачные мужики начинают с твоей машины что-то делать. Помню, меня один такой поднял вместе с машиной на подъёмнике и говорит, ну что сидишь, ехай, чтоб колесо крутилось. Я думаю, боже мой, что он сейчас мне там навинтит, а от этого же и моя жизнь зависит, и жизнь моих близких. К счастью, эти времена давно прошли, сейчас ничего такого нет, зато есть фит-сервис. Я сегодня здесь, чтобы проверить, как парни справятся с актуальной задачей подготовки автомобиля к зиме, конкретнее с заменой всех технических жидкостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас в фит-сервис идёт очень крутая акция. До 30 ноября вам поменяют все, все технические жидкости абсолютно бесплатно. Нужно только эти жидкости здесь же и купить. Смотрите все подробности по ссылке в описании. Ну и всем, кто за рулём, безопасной езды осенью и зимой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 27 февраля 2015-го, 23-25. Немцов со своей подругой, украинской моделью Анной Дурицкой, выходят из Боско-кафе, это вот в здании ГУМа, вон он освещен, на Красной площади. И не спеша идут к Борису домой. Это примерно полтора километра отсюда, у метро Новокузнецкая. Вот кадры с камеры наблюдения на Красной площади. Борис в тот вечер в голубом свитере и наброшенной куртке. Дурицкая в белой шубе. Вот там, на другом берегу Москва-реки, вот видите, здание с красивой подсветкой. Это отель «Балчук». На его крыше стоит камера, принадлежащая каналу ТВЦ, которая по официальной версии в ту ночь оказывается единственной камерой, которая снимает происходящее, которая засняла момент убийства. Единственной камерой в центре Москвы, где все напичкано камерами, тем более возле Кремля. Ну, мы к этой версии еще вернемся. Вот эти хорошо известные кадры. В момент выстрелов Немцова с подругой от камеры ТВЦ заслоняет снегоуборочная машина. Но, судя по всему, убийца, вот он выбегает в подъезжающую за ним машину, убийца какое-то время шел за Немцовым. И когда с ними поравнялся снегоуборщик, он шесть раз стреляет в спину Борису Немцову из пистолета калибра 9 мм, который до сих пор не найден. Значит, не безосновательно, чтобы не говорили некоторые конспирологи, но была задержана группа лиц, пятеро выходцев из Чечни, большинство из них это выходцы из силовых структур Чечни, по крайней мере, часть из них, которые были осуждены за соучастие в исполнении убийства Немцова. Еще раз подчеркиваю, за соучастие в исполнении убийства. Не за организацию. Это включается от самого убийцы Дадаева. Да. Значит, это Заур Дадаев, это братья Анзор и Шадид Губашевы, это Тамерлан Искерханов и Хамзат Бахаев. А вот Беслана Шаванова задерживали как раз непосредственно в Чечне. И знаете, странным образом он был убит при задержании. По официальной версии стрелком является Заур Дадаев. Ему содействовали, соответственно, братья Губашевы и, соответственно, Тамерлан Искерханов и Хамзат Бахаев. Кто такой Заур Дадаев? Заур Дадаев – это боевой офицер, очень тренированный, значит, товарищ, хороший стрелок, хороший строевой офицер. Непосредственно, собственно, из вот этого самого полка «Север» дислоцирован на территории Чечни. Что такое полк «Север»? Ранее это был батальон «Север». Это боевая единица Росгвардии. Он ходит в состав Росгвардии. И по факту подчиняется во всём и всегда Рамзану Кадырову. А вообще по федеральной вертикали он подчиняется генералу Золотову. Он ходит в состав Росгвардии. Не в первый раз, когда мы рассказываем про какую-то мрачную, запутанную историю из российской действительности, мы приезжаем в новую газету. И это совершенно справедливо, потому что, наверное, на сегодняшний день это лучшая расследовательская медиа в России. Мы сейчас будем говорить с Сергеем Соколовым, замом главного редактора, который следил за этой историей с самого начала, писал про процесс, писал про следствие и знает, в каком состоянии это следствие находится сейчас. Вы пишете в одной из своих заметок расследование убийства Немцова. Когда-нибудь войдет в учебники криминалистики, как пример раскрытого фактически по горячим следам дела, которое тем не менее превращается в беспросветный висяк. Поясните. Смотрите. Действительно, дело уникальное. Суть в том, что фактически за неделю были найдены убийцы и люди, которые способствовали этому поступлению. Но при всем при этом дальше следствие никуда не пошло. ни к посредникам, ни к заказчикам. Несмотря на то, что дважды некий персонаж по фамилии Руслан Геремеев объявлялся в розыск и его просили немедленно доставить для допроса, ничего не получилось. То есть исполнители нашли очень быстро, а цепочка от них куда-то вела. А вот с этой цепочкой дальше стало странно. Потому что заказчикам убийства объявили водителя, который за всю свою жизнь не в состоянии накопить денег на такое поступление. Следующий проблема. Массовые безработицы в городах. Понимаете? Массовые безработицы. И голод в городах. А потому что вы хотите, чтобы все деньги отдали туда, а здесь ребята, которые работают на Красном Соруме, чтобы они ничего не получали. Как вы познакомились с Немцовым? Хороший вопрос. Не поверите, я увидела его по телевизору. Году в каком? Это, наверное, был 87-й. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде я, который каждый день выступал по телевизору, который знали все, весь город. И я видела его по телевизору и безумно приревновала, потому что была девушка, которая брала у него интервью, а я вдруг увидела своего героя. Просто своего героя. Ничего не боялся. Тогда речь шла про атомную станцию, почему ее надо закрывать. А кем он был на тот момент? Он был физик. Он работал в институте. Я тут же у мужа узнала все про него, все подробности. Его знали все. Он был очень заметный, яркий и очень талантливый. Когда уже он был губернатором, я поражалась. Он трехзначные цифры в уме считал очень легко. Запоминал, не знаю, там 10 пунктов доклада наизусть. То есть у него, конечно, структурированные качественные мозги. Я к тому, что почему именно в политику? Почему не в бизнес с такими данными? Слушайте, ну вот он как-то с этой атомной станцией его мама попросила разобраться. Фактически мама его привела в политику, Дина Яковлевна. Она испугалась, после Чернобыля все испугались. У нас строилась атомная станция теплоснабжения. Она сказала, Боря, ты физик, объясни народу, страшно это или нет. Он начал узнавать. И физики, которые делали этот проект потрясающий, они же до Сипов в обиде на немцово, что закрыта была атомная станция. Но когда приехали на стройку, там уже сквозь стены росли березы. Там проблема была в строительстве, что строительство длилось 20 лет. И это было все очень опасно. И немцов возглавил движение за закрытие этого проекта. Да. И когда он выступал перед, там палаточные города были, люди возмущались, люди испугались. И когда он выступал, уже было очевидно, что мы имеем дело с совершенно особым типом публичного политика. Каким? Веселым. Это для России большая редкость. Я все думаю, что в нем такого было особенного в его выступлениях, в его общении с народом. Он был веселым. Когда идет скучное выступление кандидата в депутат Верховного Совета, и каждый рассказывает, что он обещает народу, в конце он говорит, слушайте, здесь вам столько наобещали, я могу обещать одно, я не буду врать. Его первые же выборы в 1991 год? Нет, он был назначенным. Он был назначенным, он очень мечтал о выборах. Он давил на Ельцина, и при мне это было несколько раз, что нужны выборы, выборы, выборы. А выборы были только в 1996 году. Но это он один из тех людей, который пробивал, что губернаторы должны избираться, чтобы быть независимой, чтобы опираться на народ. Его избрал Совет народных депутатов. Слушай, я ему как-то шутливую оду написала. О чудо! В мире супостатов все это грезилось, как сон. Совет народных депутатов вдруг посадил тебя на трон. Борис был абсолютной звездой на тогдашнем, в общем, достаточно ярком небосклоне губернаторов, потому что время выбрасывало очень таких заметных людей, своеобразных. Эта заметность была рождена, в общем-то, их самостоятельностью, потому что они назначали все тогда указами президента Российской Федерации, потом они избирались всенародно, и они, так сказать, в этом смысле мало зависели от центра. Они могли все, что угодно делать. Биржу – пожалуйста. Подписание соглашения с Великобританией – пожалуйста, на уровне региона. Вы же помните тогда, Маргарет Тэщер приезжала. Этот сыр мы продаем из Пилина. На магазин, пожалуйста. Нижний тогда производил впечатление, как бы, города, в котором может что-то поменяться, но внешне, конечно, там ничего особенного видеть не могли. Но Борис рассказывал многое и интересно. А первые впечатления от него – красивый, молодой, дерзкий. Познакомились мы по не самому, как говорится, такому уж сверхприятному поводу. Значит, мы там в процессе приватизации, наш чековый фонд «Альфа Капитал», он приобретал акции приватизируемых компаний, в том числе приобрел несколько пакетов акций компаний, которые находились в Нижегородской области. Я помню, что мы полетели к нему. Я не один был. Я был с коллегами и с Петром Авином, и с Германом Ханом. Мы входим в кабинет. Боря сразу приступил к делу. Приступил он таким образом. «Так, ну вы что, приехали? Что хотите, украсть завод у меня?» При этом это еще было в более такой, я бы сказал, в вольной форме, так сказать. Значит так, украсть ничего не получится. Платите мне 500 миллионов долларов, можете забирать этот завод. К чертовой матери. Все четыре с половиной года на Большом Москворецком мосту каждый день, каждую ночь, в любую погоду дежурят волонтеры, которые хотят сохранить мемориал в память о Борисе Немцове. Казалось бы, через несколько месяцев, как это обычно бывает, все должны были бы разойтись, все забыть, но не ушли. И цветы носить не перестали. И разогнать не получилось, хотя много раз пытались. Сначала по ночам приезжала полиция, забирала дежурных, после чего мемориал куда-то исчезал. Потом как-то начали обходиться без полиции, приезжали дворники в горы моста, и прямо на дворках у дежурных все схватались, метали. У нас многие проходили спрашивать, ну и долго вы тут еще будете, да. И в установке мемориальной таблички отказали, насколько я понимаю? Ну, много раз отказывали по формальным предлогам. Пока улицы, площади и скверы Немцова появляются в других странах. Есть в Вильнюсе, в Литве, есть в Вашингтоне. Недавно переименовали площадь перед российским посольством. Была такая большая история. Есть в Киеве. Я, кстати, полез гуглить, обнаружил сквер Немцова в Тюмени. Очень удивился, понятное дело, но оказался это другой Немцов, большевик, который погиб в годы большого террора. Ну, расстреляли его. Мы сейчас в Праге, одном из центров русской политической миграции последней волны. Мы здесь, чтобы встретиться с Жанной Немцовой, дочерью, и соратницей Немцова по движению «Солидарность». Она там была пресс-секретарем, в частности, Ольгой Шориной. Они с Жанной тут в Европе организовали фонд за свободу имени Бориса Немцова. И сами обе уже в России не живут, живут и работают здесь, в Европе. Так что, в общем, такая у Бориса Ефимовича получилась посмертная эмиграция. Я чувствовала себя дискомфортно, потому что все-таки у семьи губернатора были определенные привилегии. В частности, у отца была служебная машина, которая меня возила в школу. И для того, чтобы все об этом знали, я хотела сделать вид, что как будто бы я приезжаю сама. Поэтому я просила всегда, чтобы машина остановилась подаль от школы, ну там в 200-300 метрах от школы, чтобы я уже доходила пешком. Положительный фактор – это возможность с отцом ездить в Нижегородской области. Я периодически с ним ездила в разные районы Нижегородской области. Единственное, что меня смущало – это количество водки. Он же вроде не пил. Да, но дело в том, что когда ты приезжаешь в любой регион, то тебя пытаются напоить водкой. По крайней мере, это было в 90-е годы. Он же, насколько я его помню, он был человеком разговорчивым и, в общем, иногда даже болтливым. Да. Что он любил рассказывать? Были ли у него какие-нибудь любимые истории? Значит, у него была любимая… Во-первых, он довольно часто начинал все свои истории про свое губернаторство с фразой «Когда я был маленьким, я работал губернатором». Это было такое традиционное начало байки. Когда я был маленьким, я работал губернатором. В детстве я работал губернатором. Он любил рассказывать про Ельцина, да, и про какие-то отеческие отношения. Он к нему очень относился действительно как к такому старшему члену семьи, я бы сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите про тот знаменитый приезд Ельцина к нему. К Ельцина к нему. Тут, когда я взяла интервью, и Ельцин сказал, ему пора в президенты метить. Его уже можно и в президенты метить. Я думала, что будет счастлив, а он меня чуть не убил. Он разговаривал, знаете, как вот с равным, но только говорил медленнее. То есть он говорил так, Борис Николай, вот программа. И смотрел ему прямо в глаза. А Борис Николаевич смотрел долго ему в глаза. Ну, у них свои были отношения, совершенно такие близкие. Он мне даже рассказывал, что он однажды зашел к Ельцину и вылил бутылку водки в раковину. И что, мол, хватит пить? Ну да. И Ельцин угрюмо так, не поднимая глаз, сказал, вообще-то я это никому не разрешаю. И ты не должен так делать. Вот. У них отношения были такие, отца и сына. Папа ему симпатизировал больше, чем другим. Не знаю почему. Может быть, потому что что-то у них было такое, знаете, общее. Они были в чем-то похожи даже. Наверное, внешне оба такие высокие, статные. И, может быть, потому что еще, кстати, у папы не было сына. И у него вот что-то он видел в нем, как такую родную душу, что ли. Боря тогда очень активно, например, когда вот собирал подписи против войны в Чечне, активно выступал против позиции президента. Папа обижался на Борю. Но даже не могу сказать, не столько обижался, а как-то расстраивался, наверное. Потому что ему казалось, что они единомышленники. И Боря должен понимать логику и необходимость каких-то решений. Он мне позвонил по телефону и сказал, я хочу убить траур. Я, говорят, разговаривал с Ельцином. Да, он против. Вот траур в Нижнем, когда его приехали, гробы вернулись наших ОМОНовцев. Я ему сказала, поддерживаю. И мы с Мишей снимали это с балкона на площади Горького. Я никогда не забуду этот сюжет. Мы шли выше-выше в девятиэтажный дом, чтобы было видно площадь. На площади Горького стояли гробы. И на каждом гробу лежали жены. Вот они вот обнимали этот гроб. Матери рядом стояли. Вся площадь заполненная народом. И Боря сказал несколько слов. И что он сказал? Он сказал, мы должны остановить. Пусть это будет последняя потеря. Там было написано, мы, граждане Российской Федерации, Нижегородской области, категорически против продолжения войны в Чечне и требуем прекратить кровопролитие и найти мирное решение. И дальше подписи. Вот Ельцин, прочитав эту шапку, потом полистав эти подписи. А собрали мы их за рекордный срок, за две недели. Причем административный ресурс был не нужен. Люди были настолько все против. Похороны превращались в антиправительственные манифестации. И уже там 200 гробов из Чечни пришло, груза 200. Уже был кошмар. Я не могу себе представить нынешнего ни одного губернатора, который бы усомнился в правильности политики Путина. Тогда это была другая страна. Если суммировать ваши вопросы к следствию, как вы делали в одной из недавних заметок, можете их по пунктам перечислить? Да, безусловно. Самый главный вопрос – кто является посредником и заказчиком? Потому что по тем данным, которым выдает следствие, фамилия господина Геремеева стоит во весь рост. Почему он не допрошен? Почему дважды следствие пыталось его допросить через управление ФСБ по Чечне, и дважды этого не было сделано? Есть какое-то официальное объяснение этому факту? Не нашли. Это ключевой вопрос, потому что квартиры для киллеров и лиц, которые им помогали, снимались на семью Геремеевых. Вот Мухудинова объявили заказчиком убийство, несмотря на то, что он был всего-навсего водителем Руслана Геремеева. Денег таких накопить не мог и мотивов не имел. Когда мы требуем установить местонахождение и допросить Руслана Геремеева, но которое совершенно четко над ними стоит, и по Руслану Геремееву в материалах дела доказательств уж точно больше, чем по целому ряду этих пятерых, которых уже осудили. И тем не менее приходит ответ, что постучали в калитку к Руслану Геремееву в Чечне, никто не открыл, и мы ушли. Это причем официальный отчет следователей... Это в материалах дела. Да, это в материалах дела. Это то, что в материалах дела. Следователь Камашев в сопровождении, ФСБшников в сопровождении силового прикрытия. Постучали в калитку, никто не открыл, и ушли. Понимаете, какая штука? Значит, дальше следствие выходит на людей, которые являются статусными для Чечни. Геремеев – статусный человек? Ну, Геремеев. Геремеев – родственник сенатора Геремеева. Это ближайший друг и товарищ Рамзана Кадырова. Там целая толпа родственников, включая Дилимханова, первейшего соратника Кадырова, они все родственники. И в этой ситуации, конечно, трогать Геремеева нельзя. Я? Ай-яй-яй? Кому нельзя? На Следственном комитете. А Нижнем Новгородом что заниматься? Президент. Нет. Нижнем Новгородом занимается губернатором. Президент должен заниматься Россией. Слух был уже такой устойчивый, о том, что его, так сказать, собираются призвать в правительство на поддержку Чубайса, который был... А, Чубайс был главой администрацией. Вот там какая была история. Да. И я ему говорю, а что, так сказать, это правда, что ты, так сказать, там собираешься? Он говорит, да нет, это вот все слухи там и так далее. Я говорю, ну, Саша, я, конечно, не знаю, но мне не кажется, что это интересная идея и не первым лицом для тебя идти в Москву. Ну, популярный губернатор. Что была правда, так сказать, молодой, перспективный. Явно Ельцин к нему очень там благоволил. Возможности демонстрировать свои, так сказать, результаты и потенциалы. Проходят дни три буквально. И знаменитая сцена, я помню по телевизору, значит, Борис Николаевич, покойный, Анатолий Борисович. И, значит, он говорит, что вот я принял решение назначить вас первым заместителем главы правительства, и вот вторым, первым заместителем главы правительства назначить Немцова Бориса Ефимовича. И Чубайс, значит, это сильное решение, это здорово. Пауза 32 такта. Полные нежели. Странно, ну, буквально три дня назад он мне так уверенно объяснял, что он точно не пойдет. И вот я говорю, Боря, а вы это объясните, или объясни, я уже не говорю, как это так получилось, вот в чем была идея. Ты же мне сам с таким жаром рассказывал, что это абсолютно бессмысленный поступок. И вот это весь Боря, конечно, был. Он мне говорит, ну, ты понимаешь, ну, там приехала Таня. Она пришла ко мне в кабинет, расплакалась, стала говорить, что папе очень тяжело, что папа нуждается в помощи, что он, так сказать, плохо себя чувствует, что он, так сказать, без опоры надежных и порядочных людей он не справится. Потребовались немало усилий со стороны окружения Бориса Николаевича, в том числе тогда и Бориса Абрамовича Березовского, вот, чтобы уговорить его ехать в Москву. И только, мне кажется, в натуральном смысле последние капли слез Татьяны Борисовны, так сказать, убедили его в том, что надо спасать Бориса Николаевича. Другая теория, которая намного более психологична и более такая интриганская, что ли, состоит в том, что он чувствовал в нем соперника. И хотел держать его рядом с собой. Знаете, как Дон Корлеонов говорил, лежи друзей близко, а врагов еще ближе, да? Вот. Очевидно, что Ельцин совершенно не собирался очень быстро расставаться с властью. Собирался находиться у власти, так сказать, максимально долго. И прекрасно понимал, что, вполне возможно, одним из его конкурентов будет Немцов. Вы считаете, что само решение о переезде в Москву на должность министра была ошибка? Да. Надо было только на премьер-министра идти. И тогда, да, тогда, может быть, было бы по-другому. У него не было полномочий. Все полномочия были – разговор с Ельцином. А на Ельцину было очень много групп влияния. Очень много. Решения все были, по сути, правильные, но очень преждевременные. И не… не… необработанные, я бы так сказала. Знаете, бывает мяч обработанный в футболе, бывает необработанный. Вот мяч был необработанный. В силу того, что, наверное, слишком эмоциональный, непредсказуемый, а нужно было на самом верху иметь какую-то более четкую модель. Ну, в общем, я не знаю почему, но Москва его съела, грубо говоря. Да. Если бы он остался губернатором, может быть, карьера была бы более медленная, но тогда бы не такая порывистая, тогда бы он не взлетел на вершину раньше, чем не обрел силу, опыт и не обрел команду. Вот так бывает. Знаете, когда ты попадаешь наверх слишком быстро. Это как со спортсменами. Если спортсмен еще не совсем готов и в двух раз взял все олимпийские медали, то потом поддерживать этот уровень оказывается тяжело. Вот так получилось с Борисом Немцевым. Я хочу напомнить контекст. Сейчас многие, конечно, этого подавляющее большинство не помнят. Было такое легендарное дело «Связь инвеста», когда выставляется на приватизацию холдинг «Связь инвест». Вроде по договоренностям предварительным он должен достаться олигархам Борису Березовскому Владимиру Гусинскому. Напомню, Владимир Гусинский владеет НТВ. И в последний момент правительство, в которое входит и вы с Немцовым и Чубайс, меняет правила, говорит, будет все по-честному, и выигрывает тот, кто дал больше денег, а это был консорциум Владимира Потанина и Джорджа Сороса. И после этого все СМИ, которые были контрольные Гусинскому и Березовскому, начинают правительство мочить. Была знаменитая история, называется «Про белые штаны», когда Евгений Киселев показывает, как Немцов встречает Гейдара Алиева в аэропорту. Это лето, Немцов в белых штанах. И Евгений Алексеевич говорит, какой позор, ну что-то типа того. Я не спрашиваю... Я могу как-то встретиться? Да, да, да. Я как раз хочу вас спросить, правильно ли я излагаю последовательность событий. Почему? Нет, конечно. Ну, начнем с того, что правительство, конкретно Немцова, эти два олигарха, медиа олигарха, Гусинский и Березовский, начали мочить задолго до связи Инвеста. А практически сразу с переездом его в Москву. Почему так вел себя Гусинский, мне совершенно понятно. Потому что Гусинский был ангажирован Лужковым. И Лужковому он всегда, как говорится, дружил. У Лужкова он брал деньги. И Немцов в концепцию Лужкова совершенно никак не вписывался в качестве претендента на пост президента. И поэтому у Гусинского не было никакого шанса поддержать Немцова. При всем при том, что, так сказать, половина журналистов НТВ симпатизировали Бори. Теперь, что касается Березовского. Березовский, как вы знаете, изначально выдавал себя за автор идеи привоза Немцова в Москву из Нижнего. И в этом смысле было удивительно, что он его тоже начал мочить. Но он его начал мочить по другой причине. Он начал мочить его в мае, когда Немцов не дал ему стать представителем среди директоров Газпрома. Самый большой удар был нанесен по имиджу моего отца в конце 90-х годов телекомпании НТВ. И Силёв Евгений в своей программе «Итоги» перечеркивал портрет моего отца. Красный крест на нем ставил. И был создан имидж несерьезного человека. Это очень больно бьет по российским политикам. Почему? Потому что в России государство относится, в отличие от Украины, как нечто сакральное. Сакральное, да. И должны возглавлять государство серьезные люди. Может быть, они не очень серьезные, но должны выглядеть очень серьезно. А все остальное уже, что происходило на путинском телевидении, тут даже если ты папа римский, ничего тебе не поможет. Если бы попал под каток, то все. Несколько лет назад Немцов оказался в центре коррупционного скандала. Будучи кандидатом в мэры из Сочи, он пообещал представителю местной корейской диаспоры ни много ни мало перенести Олимпиаду из России в Корею. Мы на свой счет отпечатаем вот такие брошюрки, но вот это и еще есть брошюрки. Просто это то, что я вот дома нашла, и раздаем людям. Есть люди агрессивные, с которыми бесполезно разговаривать. А есть такие, которые хотят знать, почему вы стоите, а что он такого сделал. Они серьезно это хотят знать, им непонятно. В какой момент Немцов лишился поддержки Ельцина? Я думаю, что все-таки, когда он стал бороться с Березовским, вот это, мне кажется, главный момент в расхождении. Я думаю, что все-таки не с Борисом Николаевичем в большей степени, а с окружением. Да, потому что эта часть окружения считала, что Березовский, его ресурсы, они защищают Бориса Николаевича, они защищают стабильность. И тогда он, собственно, попал в немилость. Несмотря на то, что он остался вице-премьером в правительстве Кириенко, его звезда уже, очевидно, так заходила. И когда уже настал кризис 1998 года, он практически остался без работы. А дальше была история с Союзом правых сил, правильно помню? Да. Мы проехали всю страну. От Ярослава до Иркутска, Самара, Москва. Огромная страна с фанатическими возможностями. Борис Немцов пригласил вас в предвыборный блок Союз правых сил. Да, и Борис Немцов, и плачущий мэр. Как мы говорим? Сысоев. Сысоев, вот. Меня пригласил в начале Сысоев, потом оказалось, что с Сысоевым стоит группа, в том числе и Татьяна Юмашева, и Волошин, и, соответственно, Борис Немцов. Они как-то вместе опять объединились и предложили мне войти в этот блок. Ну, и дальше начались важнейшие переговоры, потому что сначала я отказалась. Нет, это абсолютно не так. Я был приглашен Кириенко Немцовым и Хакамадой, и настоятельно Боря, поскольку он был моим соседом, он меня атаковал на лестничной клетке и дома, требуя, чтобы я все-таки согласился участвовать в выборах в Государственную Думу, работая уже в банке здесь, в этом кабинете. Вот. Я говорю, поэтому, Борис, давай так, главный теневой кардинал у нас Анатолий Чубась, я буду вести переговоры с ним. И вот с ним мы договорились. И вы шли в парламент с лозунгом Кириенко в Думу, Путина в президент. Да, это было принято в последний момент, потому что нужна была подстраховка. Мы понимали, что мы набираем хорошо, но могут начаться интриги. Мы не знали, кто такой Владимир Путин, мы доверяли Ельцину, Ельцин назначил преемника, мы решили, ну пусть будет так, Путина в президента Кириенко в Думу, и тогда нам никто не будет мешать. А потом Союз правых сил стал жесткой оппозиционной партией. Да. В какой момент произошел этот перелом? Норд-Ост. Он потом долго жалел, и то, о чем часто его спрашивали, опять же ему предъявляли как обвинение, то, что он не пошел в Норд-Ост. А почему он должен был туда идти? Потому что его позвали. Позвали его, Хакамаду и Кобзона. Их согласились с ними разговаривать, те, кто захватили. Да. Но ему позвонили из администрации, сказали не ходить. И он послушал. И он жалел, что он послушал. Президент принял Ельцина с нашим докладом, как сказал Борис. Владимир Путин согласился с выводами расследования, что так нельзя было оказывать медицинскую помощь. Но все равно как-то произошло в Борисе страшное разочарование. После ареста Ходорковского, который случился в самый разгар предвыбранной кампании 1993 года, 2003 года, он уже, так сказать, никаких иллюзий относительно Путина, конечно, не питал. Хотя у Путина был колоссальный рейтинг, и открытое выступление против него означало проигрыш выборов в Думу. И, тем не менее, тогда и Немцов, и Чубайс выступили, как вы знаете, с открытыми претензиями к Путину по поводу ареста Ходорковского, чем, в общем-то, и похоронили предвыбранную кампанию. Плохая кампания. Мы на 60-70 процентов были виноваты сами. А на 30 процентов, конечно, как раз здесь мы были правы. Мы были против ареста Ходорковского и выступили открыто. И впервые Чубайс вошел прямо в конфронтацию открытую с Владимиром Путиным по этому поводу. Поэтому все это вместе нас закопалось. Мы общались, Борис даже был именно на дне рождения, я была у него на 50-летие. Мы вспоминали все, что было при Ельцине. Он занимался своей работой, я еще год занималась своей. Я сделала движение, которое мне не зарегистрировали, я его отдала Касьянову. Но через год я закрыла эту дверь, посоветовала ему. Он говорит, нет, я не могу. Я говорю, ну смотри. Есть видеозаписи, у меня в этом нет никаких сомнений. Более того, я думаю, что когда-нибудь они всплывут, они где-то есть. Совершенно очевидно, что видеозапись там была. Причем, я думаю, с разных ракурсов. Просто ее удалили. Вернее сказать, не выдали ни следствию. Следствию пришел ответ, что нету видеозаписи. Нам пришел, как адвокатам потерпевшей стороны Бориса Немцова и Жанна Немцова, в данном случае признан потерпевшей, тоже пришел на логичный ответ, что видеозаписи у ФСОшников нет. А почему ее не выдали, тут, может быть, несколько объяснений. Причем, ну, с разной степенью уверенности можно об этом говорить. Но одно из возможных объяснений, это то, что на видеозапись, кроме непосредственных убийц, попало и достаточное количество вот этих, так называемых, топтунов, которые ходили... Которые наблюдали за Немцовым. Которые наблюдали, во-первых, непосредственно за Немцовым. Да и вообще, я думаю, что на мосту их немало. Совершенно очевидно, что за оппозиционерами наружка ходит. И особенно она должна была ходить в дни накануне вот этой массовой акции, весна, которая была намечена... На воскресенье. На воскресенье, да. То есть, это было поздно вечером 27-го, 28-го суббота, значит, соответственно, планировалось на воскресенье. То есть, я вас правильно понял, что, на ваш взгляд, свидетелей, причем, возможно, непосредственных свидетелей убийства больше, чем в деле указано? Да, безусловно. В этот момент история Немцова, она отчасти моя личная история, потому что это 2012 год. Мы как раз с Александром Расторговым и Павлом Костомаровым делаем онлайн-документальный сериал «Срок» про протесты, собственно, 2012 года. Немцов там один из главных у нас персонажей. Я отлично помню эту съемку. Мы приехали в подмосковное имение одного известного олигарха, который Немцова там у себя приютил, и Немцов там жил, и вот спортом занимался тоже. Я отлично помню свои ощущения тогда, и я подумал, блин, зачем чего он молодится, зачем вот этот турник, зачем эта потная майка. Сейчас я, конечно, совсем другим ощущением на эти кадры смотрю, особенно вот, когда в кадр попадает Саша Расторгуев. Он тоже погиб, тоже был застрелен в прошлом году, в 2018-м, когда поехал в Центрально-Африканскую республику с Арханом Джемалем снимать документальный фильм про русских наемников. Если не помните, то историю погуглите, это отдельная большая тема. Мы когда делали проект «Срок», то там, кроме Немцова, у нас одним из героев, главным героем был Илья Яшин. Он вместе с Немцовым, все двухтысячные, был таким соратником по борьбе, в первую очередь по уличной борьбе, по автозакам, всё вот это. И они, несмотря на то, что внешне очень разные, они в одном, пожалуй, очень похожи. Они такие бесшабашно смелые, не по-русски смелые. Потому что, ну, сейчас, да и не только сейчас, в России, согласитесь, люди привыкли к осторожности, привыкли держать язык за зубами, не лезть на рожон, вот, не лезть на рожон, про себя в том числе говорю. А вот и Немцов таким был, и Яшин, они как раз яркий пример того, как у нас бывает обратным образом. Какие у вас были отношения, при том, что он тебе в отцы годился? Ну, мы дружили, причём как-то очень быстро подружились, потому что я же вообще в Яблоке был, а в Яблоке Немцова недолюбливали. И когда у меня начались проблемы в Яблоке, меня стали исключать, как-то инициировали моё исключение из партии, он мне просто неожиданно позвонил. Это какой год? 2007 или 2008. Позвонил и... Просто на мобильный телефон позвонил и говорит, слушай, Илья, я его там знаю, тебя там исключают из партии, что безобразие, может тебе как-то помочь там можно и так далее. И я как-то, честно говоря, удивился. Человек незнакомый абсолютно, просто позвонил, предложил помощь. Я не знаю, как мне можно было помочь этой ситуации, особенно Немцову, но, в принципе, жест такой был очень дружелюбный, что меня удивило. В тот момент как раз движение «Солидарность», только что созданное в декабре 2008-го, искала себя пресс-секретаря. Я направила резюме, Немцов меня знал, мы встретились и меня утвердили. И с 1 января 2009 года я работала пресс-секретарем. До этого вы оппозиционеркой не были? Нет. И как впечатление? Я могу сказать, что меня поразило в первую очередь, поскольку это было движение, где вечно проходили какие-то заседания, и они вечно что-то обсуждали. Мне казалось, что количество бюрократии просто огромное. И вот этого я не ожидала, потому что мне казалось, что им легче приниматься все решения. Поэтому Немцов как раз был абсолютно антибюрократический человек, и у него все происходило быстро. Он уже переселился даже из Банка нефтяной, где он пытался работать, да, он переселился в свой собственный офис на Котельнической набережной в Высотке с Володей Миловым, они сидели там вместе. И они уже написали первый доклад про «Газпром», и написали доклад «Путин. Итоги» первый. Я помню, что вообще у меня от этих докладов было ощущение, что они очень эмоциональны. Для документа, который называется «Доклад». Потому что сам жанр вот этого немцовского доклада, он формировался все время. Ну, у него была идея, что надо людей просвещать. Он не очень понимал, как. Это была такая до-ютюбовская эпоха. YouTube мало людей смотрело, YouTube не мог конкурировать с телевидением, и не было таких огромных просмотров, как там на твоем канале. То есть такого не было и близко. И Немцов все время ходил и говорил, нам надо как-то людей просвещать, нам надо рассказывать, что происходит. А канала коммуникации нет. Ну, нет канала коммуникации. Он говорит, нам надо напечатать миллионным тиражом правду о путинском режиме. Миллионным тиражом. Я говорю, Борь, как ты будешь распространять миллионный тираж? Как ты вообще себе это представляешь? Он не очень представлял, но распространил. Борь! 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 Я вам хочу сказать, друзья, Россия лучшего достойна. В десятом году, 31 декабря, когда ваш отец уже давно в оппозиции, он участвует в акциях, в стратегии 31. Соответственно, вы вместе идете на Триумфальную площадь 31 декабря. Мы пришли туда, там было очень мало людей, но при этом было огромное количество ОМОН и милиции и так далее. Мы там пообщались с несколькими людьми, потом он выступил на сцене, потом сошел со сцены. Его совершенно неожиданно окружил ОМОН и все. А я просто побежала, я была со своей подругой, и там был такой, это же митинг был на Триумфальной площади перед Минэкономразвития. А там был такой киоск «Союз печать» перед этим зданием, и я за этот киоск забежала, а потом я пробежала до Белорусской за пять минут. Я просто только когда-то бежала до Белорусской, тогда я поняла, что все хорошо, меня никто не забрал. Вы же не занимались политикой тогда? Нет, я не занималась. Зачем вы пошли? Я пошла с отцом, потому что он меня позвал пойти с ним, чтобы потом пойти отмечать на Новый год. И он провел двое суток в камере на просто каменном полу. И мало света, Новый год в камере, ему было неприятно. Там потом уже был еще суд, когда судья Боровкова не дала ему стул, когда он вынужден был простоять все заседание суда, которое длилось несколько часов. Потом, когда его отправили под арест уже, как раз вот в этом вот следственном изоляторе, там он очень быстро нашел контакт со всей администрацией и получил какие-то свои льготы. Например, телефон. Он мог пользоваться телефоном. Он это не демонстрировал никому, но он мог там мне что-нибудь написать. Было ощущение, что вот там в любой момент могут посадить. Могут ночью там прийти, выломать дверь, и ты уедешь там лет на пять, на семь. А Немцов был к этому готов? Он боялся сесть в тюрьму. Он не хотел сесть в тюрьму. Он считал, что в тюрьме он не выдержит, потому что, ну, были проблемы со здоровьем определенные, несмотря на то, что он, в общем, был в хорошей форме. Были там какие-то старые болячки, которые, конечно, в условиях несвободы, несомненно, бы обострились. И он очень не хотел в тюрьму, но, тем не менее, вел себя так, что, в общем, как бы риски сесть скорее увеличивал, чем снижал. Ну, то есть, грубо говоря, мы же помним, что были там лидеры оппозиции, которые после первых же десяти суток административного ареста не выходили больше ни на одну несогласованную акцию. Немцова несколько раз сажали на 15 суток, и он все равно выходил вновь и вновь. Я совершенно четко понимал, что если я с ним буду продолжать тот режим общения, который у нас был до вот этих всех событий, до того, как он стал в такую уж явную жесткую оппозицию по отношению к власти и так далее, то, значит, убедить, так сказать, кого-либо в том, что это не основано на том, что я там как-то экономически поддерживаю, финансово, и, так сказать, и прочее, прочее, что я с ним, как говорится, не играю в какую-то политическую игру, будет невозможно. И той позиции, которую он занимает, мое общение с ним становится, я бы сказал, таким токсичным для моего бизнеса, для моих партнеров, коллег. Я ему про это сказал, и он прекрасно это понимал. И я на такой риск пойти, к сожалению, не мог. И об этом я, конечно, горько сожалею, что так произошло. Если вы проголосуете за РПР Парнас, то я буду жить в Ярославле и работать в Ярославской областной думе. История с Ярославской думой. Зачем ему это нужно было? Ну, во-первых, он хотел что-то делать. Он хотел... Ну, этот же человек был с огромным опытом. Написали, что он был там губернатором, первым вице-премьером правительства, руководителем фракции в Государственной думе. Ну да, ярославские депутаты такой резкий, да он шифт. Тем не менее. А в последние годы его роль свелась к тому, что вот он ходил там на улицу, писал доклады, но заниматься вот какой-то там государственной работой он не мог. Но хотел. Многие его отговаривали, Касьянов его отговаривал. А ты? А я его убеждал, что надо ввязываться. Я говорю, это хорошая история. Он говорит, ну, я могу проиграть. Я говорю, ну, можешь проиграть. И он сказал, что если он проиграет в Ярославле, он не будет больше заниматься политикой. Это была победа. Это было очень важно. Про него же многие говорили, что он про... Ну, то есть вот эта фраза, что он из 90-х, что он уже старый, и уже все. Про многих так говорят. Да, вот про него говорили очень много. А поскольку он такой яркий, видный и заметный, про него говорили чаще всего, да. И он выборами Ярославля доказал, что он не сбитый летчик. Что, во-первых, он может провести отличную кампанию. Он может ее провести успешно и получить место, несмотря на все противодействие. Здравствуйте. 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 Ой, здравствуйте. 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 Я Борис Немцов. Очень приятно. Видимо, что он очень хорошо. Это я похожа. Я хотела сделать комедию на полчасика про Ярославскую кампанию предвыборную. Да, и там это выглядело очень странно, что был такой вот, типа, Немцов, как свадебный генерал, которого, значит, перевозили с точки на точку. Молодые люди в 17 лет вокруг него в основном были. Из-за того, что на момент монтажа его убили, и, как бы, я все пересмотрела и решила делать совсем по-другому. И решила, как бы, рассказать, что это за человек, и сделать больше портретную историю, чем какую-то сюжетную. Иногда мы просто встречались, типа, ну, я не снимала его, мы встречались, типа, я рассказывала ему, там, про своих парней, там, Джинни, такой, типа, он мне советовал. Надо выйти замуж, там, типа, на годик, на два хотя бы потом, ну, такое, типа, мы просто обсуждали, типа, жизнь. У него вообще всегда было две страсти, сколько я его помню в своей карьере, у него было две страсти. Третье, главное, это политика и женщины, и третье, потом появился спорт. Он всегда считал, что это благодаря мне. И он всегда так жил. Есть мужчины, которым, это как бензин для машины, вот, есть мужчины, это не вина, не беда, это такая особенность просто. Им нужны вот свежие, разные женщины для того, чтобы жить, чувствовать себя мужчиной и человеком. Субтитры подогнал «Симон» Иногда, так сказать, тоже, опять-таки, ради красного словца какого-то яркого, значит, необдуманно говорил какие-то вещи, так сказать, в форме, которая, как мне кажется, не может соответствовать человеку, претендующему на власть. Это было главное наше, одно из главных наших расхождений. Я считал и считаю, что на хамстве ничего в долгосрочном плане путевого не построишь. А он хамил? Он хамил, Боря хамил, вот, и причем, ну, все это видели и знают, делал это, я бы сказал так, ради такого яркого, дерьмового словца. Он мне сказал так, что он с киевскими какими-то своими друзьями посетил стране хорошо, и тут подвернулись, соответственно, корреспонденты, которые начали спрашивать по поводу какого-то очередного шага Путина, который, в общем-то, очевидно, не понравился оппозиции. И Боря сказал эту свою знаменитую фразу про то, что он, я не знаю, можно у нас в Ютьюбе выражаться? Нет, мы не будем ее цитировать. Мы не будем ее цитировать. Он, в общем, сказал то, что сказал. После этого он немножко, так сказать, струхнул, потому что его юристы, там, Вадик Прохоров, например, четко сказали, парень, у тебя полный состав по уголовке. Все. То есть тут даже к бабушке ходить не надо, вот вещдок, там, тысяча свидетелей, это оскорбление должностного лица главы государства и так далее, и так далее. Я им позвонил и сказал, ты что, с ума сошел? А он сказал, да, я уже понял, мне уже тысяча человек сказали, что ты мне еще звонишь? Да, он сожалел о том, что он это сказал, это было неправильно и опасно, и неправильно, в принципе. Боря, как бы, видимо, посоветовавшись со своими близкими и с друзьями, это, я так понимаю, уже была ранняя осень 2014 года. Да. Вот. Уехал в Израиль. Я его спрашивала, да, что бы вы делали, вот если вы уедете? Потому что здесь у вас, это, типа, активность, вы живете, а там что вы будете делать? И он рассказывал, у него там были разные мечты, у него была мечта открыть школу серфинга, и вот он бы там этим занимался, потому что это тоже было его важное увлечение, и он бы писал мемуары, и он бы создал фонд для поддержки, там, России, того, что происходит в России. И вот были какие-то такие идеи, вот почему так-то. Решение не было принято, он жил в гостинице в Израиле. Он не снимал там никакого жилья. Он сказал следующее, что он прожил такую прекрасную жизнь, такую богатую, у него столько уже всего было, я не хочу уезжать. И он вернулся. То, что он уехал, об этом стало известно в СМИ, об этом сказал Собчак. И даже когда я вернулась из Израиля, ко мне подошел Александр Любимов, на тот момент гендиректор телеканала РБК, и спросил, а что, твой отец эмигрировал? Я говорю, нет, нет, конечно, нет, что вы такое говорите? И он принял решение вернуться, потому что ему было очень неудобно перед своими соратниками. Он не хотел показаться трусом и не хотел подвести людей, с которыми он работал. Поэтому он вернулся, да. А вы ему что советовали? Я, мой совет был один. Уезжать, и я сказала, давай уже тогда, может, я тоже с тобой перейду. Уезжать, в смысле, из России? Из России, да. Не возвращаться. Но у меня был совет такой, в общем-то, с самого начала. Да, я так считала. Почему? Чтобы спасти свою жизнь. Были какие-то предчувствия? Меня не было. Я его не знаю. Меня не было. Это, честно говоря, последнее, что я вообще мог предложить. Ты знаешь, он на самом деле не верил, что его могут убить. Ну, то есть он иногда там как-то в интервью говорил, как-то, понимаешь, там какие-то алармические заявления делал. Но вообще он считал, что убийство – это не то, что может случиться. А в гостях у нас сегодня Борис Немцов. Добрый вечер. И сегодня Борис Немцов у нас представляет инициативную группу антикризисного марша под названием «Весна». Да, это будет в Марьино, на юго-востоке нашей любимой Москвы. Виталий Дымарский вел 27 февраля 2015 года эфир на Эхе. И Ксения Ларина, насколько помню, была. Что-то необычное в том эфире было? Он же часто был вашим маршем? Да, в общем, поначалу нет. Это был эфир пятничный. У нас эта программа с Лариной всегда выходит в пятницу. А на воскресенье был назначен большой марш. Уже задним числом, конечно, начинаешь об этом думать. Потому что у нас с Борисом, ну и в эфирах, и вне эфиров довольно часто возникал вопрос безопасности. В том смысле, что я ему говорил, ты не боишься. Он всегда говорил, что не боится. Он был довольно уверен в себе. Значит, где-то в пять минут десятого, наверное, мы вышли вниз. И, знаете, я очень хорошо запомнил, бывает такое. Борис был в таком голубом свитере. И мы спустились вниз, и он мне говорит, где твоя машина? Я говорю, нет, ты на машине? Я говорю, я на машине. Я говорю, у меня там. Он говорит, а у меня там. И мы обнялись. И вот я почему-то у меня вот на руках, знаете, как будто до сих пор вот влажная спина Немцова вот как бы осталась. Жарко, видимо, он там немножко был вспотевший такой от всего. Последние его слова были сказанные мне. Он говорит, ну, в Марине увидимся. Ну, я с ним заразговаривал, когда он из «Эхо Москвы» ехал в ресторан. Расскажите про этот разговор. Да ни о чем, господи. Привет, привет, как дела, в чем вот едешь? Да вот уже там еду с «Эхо Москвы». Единственное, что он сказал, что, в общем, тяжелая обстановка в России и так далее, и так далее. Но он собирался ко мне приехать, чтобы мы поехали на лыжах покатались. Как раз уже сезон был в самом разгаре. Вы после убийства приютили Анну Дурицкую, как раз девушку, с которой он был. Киевлянку. В каком она была в состоянии? В ужасном. Она была очень потерянной. Она молчала, она часто не понимала, что ее спрашивают. Тогда первый раз прозвучал вопрос, там, а не думаете ли вы, что это чеченцы? Это они ее спросили? Да. Ее и нас, и адвоката Вадима Прохорова, да, который тоже там сидел. Вот тогда прозвучала чеченцы как версия. Мы... То есть я была удивлена, например, потому что у нас не было никаких прямых столкновений с Кадыровым, да, чтобы вот... И каких-то историй у него не было с чеченцами, да, чтобы вот так вот личных, да, чтобы вот как-то... 16 апреля 2015 года на прямой линии с Владимиром Путином вы задали вопрос. Как вы относитесь к тому, как идет следствие? Есть ли шанс на то, что все-таки мы узнаем, кто заказал это дикое убийство? Этот вопрос был согласован тогда? Сейчас я вспомню. Согласована была общая формулировка о том, что я буду спрашивать о Борисе Немцове. Удастся ли выйти на заказчиков? Есть ли заказчики? Я пока не знаю. И это, конечно, станет известно в ходе той работы, которую сейчас проводят. На следующий день после убийства вы прокомментировали его в эфире телеканала «Россия-1». И вы тогда сказали, что убийство Бориса Немцова, это цитата, удары в основном направлены против президента России Владимира Путина. Почему? Ну как, Путин же считается у коммунистов и у националистов либералом. Всегда говорят, либеральный кабинет Путина. Либерал Путин. То есть он стал самым главным либералом по сравнению со всеми другими. Поэтому если при его режиме так кровожадно, фактически принося в жертву, убивают человека, который не может ему принести огромного вреда, а просто позволяет себе его критиковать, то это уничтожение либерального лика президента. Известно ли вам из своих источников о реакции Путина на убийство? Он был в бешенстве. Насколько мне известно, он был в бешенстве. Если ты задашь непрямой вопрос, мог ли Путин убить Немцова и дать такое распоряжение, я уверен, что мог. Я уверен, что мог. Сделал ли он это, я не знаю. Рамзан Кадыров публично говорил, что приглашает вас в Чечню. Да, я помню об этом, и я не раз подавала ходатайство о том, чтобы его допросили. И, кстати, он говорил о том, что он готов прийти на допрос, если его вызовут. Но не осмелились его вызвать на допрос. Для меня важно, мы серьезные люди, и для меня важно, чтобы он пришел на допрос и ответил на вопрос следствия. А в Чечню ехать вы не собираетесь? Я не следователь, у меня нет полномочий, я не могу проводить допросы, не могу приобщить результаты этого допроса к материалам дела. Ничего я этого сделать не могу, и поэтому я не понимаю, зачем мне надо туда ехать. Нет, никакого чая не будет. Я надеюсь, что все-таки рано или поздно допрос состоится. У вас вопросов нет? Вам все понятно? Ну, конечно. Кто заказчик, как вам кажется? Ну, я не буду говорить о Тлюше, ну, зачем мне это говорить? У меня уже будут проблемы. Я знаю, что Боря тоже виноват. Он раздражал. Ну, нельзя дразнить льва. Нельзя. Ну, нельзя размахивать перед ним сырым мясом. Но вы для себя эту фамилию знаете? Думаю, что да. Причем у меня нет уверенности, что заказ был типа того. Вызвал и сказал, вот чтобы это самое, да. Просто у нас сейчас время такое, что эти роботы, они слушают музыку, и они понимают, как им надо двигаться. Как он мне мешает, сказал кто-то. Как он мне мешает. И этого достаточно, если это говорится, в кругу определенных людей? Да. Последний вопрос. Как вам кажется, Немцов хотел бы умереть такой смертью? Нет, он очень любил жизнь. Он вообще не хотел умереть. И он любил жизнь, как мы понимаем, во всех ее проявлениях. Конечно, хотел пожить подольше. Конечно, хотел пожить подольше. Ну, я бы не называл это легкомыслием, а может быть и легкомыслием. Вот он очень серьезно думал о стране. О стране он легко не думал. А вот о себе, о своих поступках бытовых, он думал легко. В этом смысле он был легкомысленен. Когда Борю убили, у меня сформулировалась очень четко мысль, что тогда, когда Немцов был ближе всего к посту президента, условно говорим, там, 97-й год, да, он был хуже всего готов к тому, чтобы стать президентом. А тогда, когда он был дальше всего от поста президента, условно говоря, 2015-й год или 2014-й год, это был бы прекрасный президент. Поэтому... Почему вам так кажется? Потому что те, то, что вы называете поражениями, на самом деле, сделало его сильнее, мудрее, старше, опытнее. Он перестал интересоваться какими-то второстепенными, неважными, бренными вещами. Он перестал стесняться летать эконом-классом, он перестал стесняться ездить на метро, он раздавал листовки у подземных переходов, он гулял по городу без всякой охраны и так далее, и так далее. И это сделало его сильнее. Это на самом деле то, чего не хватает огромного количества наших политиков. Они перестали жить нормальной человеческой жизнью, а Борин начал ее жить после большого перерыва. Конечно, мы отправили официальный запрос в Следственный комитет, чтобы понять, какой сейчас официальный статус дела, получить официальный комментарий. Намусно сказали, что руководство решило ничего не комментировать, и именно так советовали и сказать. Вот мы так и говорим. Следственный комитет в комментариях отказал. Что касается истории с переименованием моста в Немцов мост, вы помните, то, как говорят на официальных брифингах, есть такое клише – эта тема не в повестке дня. Ну, она действительно не в повестке дня, сейчас об этом никто ничего не говорит уже. Вообще, я полез проверять и нашел, что в современной истории России мост в честь современного политика переименовали, назвали только один раз. Это мост Кадырова в Петербурге. Имеется в виду Ахмат Кадыров, отец нынешнего президента Чечни. Это «Редакция». Комменты и лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Редактор субтитров А.Семкин»